Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня мы с вами откроем самые крутые, самые новейшие новиночки от сюрприз-бокс. У них на сайте появились сюрприз-боксики под названием Лото, я их заказала 15 штучек, и также сюрприз-боксы с косметикой, которые так и называются бьюти-боксики. Их я заказала в количестве 5 штук всего. Мы с вами откроем целых 20 супер-новых сюрприз-боксов. Я передам приветы своим самым активным подписчикам, чьи комментарии появились на экране. Так, ребята, огромный вам привет! Желаю вам всего самого-самого хорошего. Надеюсь, что вы лето, вернее, его конец проводите активно, весело, круто. Короче, пишите в комментариях, чем вы сейчас занимаетесь. Ну, помимо того, что вы смотрите мое видео, мне будет очень интересно почитать. Но я, наверное, буду начинать распаковочку. Поехали! Давайте начнем с того, что я вам немножечко поясню, потому что я уже немножечко шарю, что это за боксы. В общем, на сайте появились новые боксы Лото. Их суть в том, что ты за 999 рублей можешь получить разные крутые ништяки. Это может быть как настоящий айфон, так и могут быть какие-то наушники, при этом может попасться какая-то вкусняшка. Короче, самая настоящая лотерея. Но с бьюти-боксами и так все понятно. Там должны попадаться всякие разные крутые бьюти-штучки, и их должно быть в количестве 5 штук. Начнем мы с вами, конечно же, с лото-боксов, потому что мне очень интересно посмотреть, что мне попадется. Какой подарок у меня будет самым дорогим, а какой самым дешевым. Вообще, как вы думаете, что мне будет попадаться, пишите в комментариях. Я надеюсь, что мне попадется какая-нибудь суперкрутая необычная вкусняшка, которую я никогда не пробовала. Ну и хотелось бы какой-нибудь крутой гаджет по типу, может быть, блютуз-колонки, не знаю, посмотрим. Но начать я хочу с коробочки. Знаете, с каким цветом бантика? Вот посмотрите на эти все и отгадайте. Может быть голубой, может быть синий, может быть зеленый. Может быть персиковый, фиолетовый, красный, бордовый, розовый, желтый, темно-желтый, цвета травы. Вот никогда не отгадайте. Вот с этого. Нет, я начну с ярко-оранжевого. Я знал. Серьезно? Именно с него я хочу начать. Эта коробочка достаточно легкая, но она очень странно трещется. Как будто там какие-то таблетки. Давайте смотреть, что же там. Официально первая ленточка снята. Она должна нам сегодня приносить удачу. И с чего же начнется этот замечательный день, это замечательное видео? Это, походу, наушники. Да, ребята, это наушники. Смотрите, как они сильно похожи на AirPods, причем на прошки. Наушники называются Barathon Wireless Headset. У них блок с зарядкой на 300 мАч. Это вообще возможно? 300 миллиампер. 300, ребята, 300. То есть они очень долго будут держать заряд. Крутая находка за 999 рублей. Мне кажется, это вообще вау. Я, по-моему, сломала систему. И эти наушники, я думаю, 1300-14 стоит точно. Переходим к следующей коробочке. Это мы с вами убираем. Давайте сейчас вы тоже попробуйте отгадать, какой будет следующий боксик, какой цвет ленточки. Отгадывай. Нибо фиолетовый, либо зеленый. Почему ты не отгадываешь? Кто подумал, что я выберу бирюзовый, и те молодцы. О, она такая тяжелая. Она очень тяжелая. Я не знаю, ее я прям вот не трогала, не помнила, какого она веса. Я думаю, здесь будет какой-то термос. Очень крутой и тяжелый. Или колонка. Учитывая вес, наверное, здесь будет колонка. Так, тут какая-то штука с велосипедом связанная. Посмотрите. Это колонка. Это реально колонка, только почему-то она очень странно представлена на картинке. Типа, она может поместиться в отдел для бутылочки на велике. Колонка от HOKA. Смотрите, как она прикольно выглядит. Такая голубенькая, с ремешочком. И у нее даже есть защита от воды IPX5. Пробивные басы, ребята. А, это прям версия спорт, посмотрите. Wireless speaker. Крутяк. Я, правда, на велике в этом году вообще не ездила. Я вообще не ездила этим летом на велосипеде. Но, может быть, весной и то один раз. Напишите в комментариях, вы катались в этом году на велосипеде? Я вот реально вообще нет. В прошлом году мы каждую неделю по 2-3 раза выбирались на 2-3 часа велопрогулки. В этом году вообще нет. Что за странное лето? Эх, не будем грустить. Надеюсь, что я еще покатаюсь. Выбираем следующую коробочку. Попробуйте снова отгадать цвет. Вот они все разные. Это впервые такое, чтобы все-все-все бантики, все ленточки были разного оттенка. Даже зеленые все разных оттенков. Желтую будет. Нет, я не хотела желтую. Нет, я тоже держала ее в руках. Да ты вообще, да ты такая, желтая. Нет, я синюю буду. Нет, я правда. Я сразу выбираю коробку. И я не меняю потом мнение. Серьезно, правда, правда, честно, честно. А ты не отгадываешь. Надеюсь, что вы отгадываете, ребят. Открываем. Это селфи-палка. Это офигеть. Я такого никогда не видела. Что это за такое? Это селфи-палка вместе с кольцом, которую можно ставить на улице и снимать всякие крутые тиктоки. Тики-токи, смотрите. Нифига себе. Это нужно срочно распаковать. Такое я вижу впервые в своей жизни. Эта штука точно, мне кажется, очень дорогая. Но я явно дороже, чем 999 рублей. Вау. Там еще что-то упало. Кабель для зарядки. Обычный и микро-USB. И вот такой вот штатив с лампочкой. Офигеть. И вот эти штучки еще вот так делаются. Да? Как у настоящее вот... О, штатив. Надеюсь, я ничего не сломала. А как она включается? Она не заряженная, да, наверное? Да, она не заряженная. О, заряженная. У нее даже есть теплые и холодные оттенки. А это какой-то совсем холодный. И нейтральный. Теплый. Типа нейтральный и холодный. А, получается у нее 9 степеней. Да. Три теплых, три нейтральных и три холодных. Интересно, насколько она устойчивая. Ну, вроде бы нормально. Офигеть, она высокая. Реально можно ставить на пол. Посмотрите, она сейчас выше моей головы. Очень вау, штучка. Я ее поставлю на фон. Пусть стоит, светится. Теперь можно стать самой настоящей тики-токершей. Подписывайтесь на мои тики-токи и смотрите их. Я их выпускаю раз в месяц. Продолжаем распаковку. У нас уже три крутых гаджета. Три открытых коробочки. И все это крутые гаджеты. Я хочу посмотреть, что находится в бьюти-боксах. Открываем первый рандомный бьюти-бокс и смотрим, какие тут бьюти-штучки. Внутри нас встречает стандартная коробочка от сюрприз-бокс. И вот здесь уже нестандартное наполнение. Первый раз бьюти-бокс от сюрприз-бокс в моих руках. Что-то будет? Я вообще не знаю. Вау, какая вообще милая. Ты мой милый авокадо. О, ванильное чудо. Что это? Что это? А, это гель для душа, ребята. Смотрите, какой прикольный. Оно пахнет необычно. Реально авокадо. И оно с блесками. Следующее. Это... Что это? Набор расслабляющих бомбочек для ванны. Ребята, это пушка. Смотрите, какой красивый. Интересно, какие там бомбочки. Обязательно смотрите все мои ролики. Я где-нибудь эту штуку протестирую. Мне кажется, в каком-нибудь челлендже. Может, там 24 часа в ванной. Все такое. Тут будут у нас бомбочки в виде солнышка, Сатурна, Венеры и Земли. Но я так думаю, что будет в итоге, мы не знаем. Узнаем потом. Следующее, что тут есть, это бальзам для губ. О, кстати, мне сейчас он нужен. Такая кото-русалочка. Будь собой. Обычный белый блеск. Ну, вернее, бальзам. Балдежный запах. Он, кстати, очень приятный. Очень такой нежный. Ну, в общем, обычный бальзам на самом деле. Следующее, что здесь есть, это в суперстойке карандаш для бровей. С одной стороны у нас карандашик. Коричневый, нормальный. И с другой стороны у нас кисточка. И последняя позиция в этом боксике, это блески, да? Глиттер для лица и тела с такой мимимишкой. Зацените. Ну что, ребята, мы с вами распаковали первый бьюти-бокс от сюрприз-бокс. Крепите в комментариях, как он вам. Я немножечко другого ожидала. Я думала, почему-то, что здесь будут всякие маски для лица, кремы для рук. Но ничего этого не было. Тут все такое, то, что я даже предположить не могла. И косметика, и гели, и даже бомбочки для ванны. Это очень-очень прикольно. И я уже хочу открыть второй бьюти-бокс. Интересно посмотреть, что в нем будет. Похожее наполнение или что-то совершенно другое. Давайте, наверное, откроем вот этот бьюти-бокс. И посмотрим, что же там. Он, кстати говоря, легче, чем предыдущий. С упаковкой снята. Теперь самое главное, что же ждет нас. Смотри! Блин, вообще все другое. Вообще даже ничего похожего не вижу. Это я точно знаю скраб, да? С ароматом фруктового микса. И вот так он выглядит с блесточками. Классный. Следующее. Это что такое? Смотрите, это единорог. Очень прикольный. Но внутри там что-то есть. Наверное, бальзам, да? Да, это бальзам. Хотите прикол? Эта штука, она не пластиковая, она керамическая. Вау. Он такой тяжеленный. Пахнет очень вкусно, как помадка детская. Забавный запах ванильки. Капсулы волшебства. Увлажняющее масло. Подарит твоей коже волшебное увлаждение на весь день. Окутают тело неповторимым радужным сиянием. Помогут почувствовать себя настоящей феей. Это что такое? Как вы думаете, что это такое? Я еще пока что не знаю, но, может быть, вы знаете. А, я уже знаю. Короче, напишите в комментариях, как вы думаете, что это. Что вообще было непонятно. А это блеск с эффектом увеличения объема губ. 3D эффект. Заценим. Вау. Ну, так выглядит круто. Зацените. Ого. Сегодня какой-то рай для моих губ. И бальзам тебе. И блеск. Оно с мятой, видимо. Оно пахнет мятой. Оно с мятой. Оно пахнет, как крем-звездочка. Которая, знаете, при простуде. Это очень необычно. Последнее, что есть в этом бьюти-боксике, это вот такой наборчик. Как стать мастером по уходу за кожей. Тут целая инструкция. А, это набор масок, ребята. Тут все написано. Я как обычно. Смотрите, набор масок для лица. Волшебная маска для лица. Милая маска. Прекрасная маска. И чудная маска. И все они в форме пандочек. Это самая милая косметика в мире. Ничего милее этого не видела. Потому что если вы хотите самый милый бьюти-бокс в мире, то смело заказывайте. Потому что ничего милее этих бьюти-боксов я не видела. Давайте откроем следующий тоже бьюти-бокс. Потому что они меня очень сильно впечатляют. И мне интересно смотреть, что же в них там такое находится. Так что третий бьюти-бокс открывается, ребята. Та-дам! Третий бокс бьюти. Открывается. Вау, тут опять все новое. Посмотрите. Как так получается? Это, наверное, патчи, да? Да, это патчи для глаз. С гиалуроновой кислотой 60 штук. Вау. Они перламутровые, да? Вау, ребята, зацените. Они прям с блесками. Крутяк. Они пахнут ванильным мороженым. Класс. Не было бы на мне макияжа, я бы сделала себе сейчас патчи. Следующие. Это бомбочки. Да, походу. Вау. Реально бомбочки для ванны. О, хочется их понюхать, но потом откроем. Дальше. То, что я никогда в своей жизни не видела. Какой-то скраб. Смотрите, какой он милый. И этот скраб летел в кубиках. Вы когда-нибудь такое видели? О, как он вкусно пахнет. Похоже на сахар рафинад. Зацените. Как им пользоваться? Вот так, типа. Я не могу надышаться, но просто пахнет очень вкусно. Следующее. Следующее. Это вот это. Как вы думаете, опять-таки, что это? Блин, тут написано. Это глитерная подводка для глаз. С милым котиком. Космик Кэт. Ну-ка, давайте заценим. Вау, смотрите. Ого. Ого. Вау. Ребята, как вам? Напишите в комментариях. Мне безумно нравится. Ну и последнее, что было в этом бьюти-боксике. Это крем для рук с пандочкой. Давайте его откроем и понюхаем. Он такой огромный. Этой банки хватит на год. Скажите же, банка похожа так, словно это не для рук, и для всего тела. Она такая гигантская. Она пахнет земляничной жвачкой. Балдеж. Ну что, ребята, каждый бьюти-бокс становится все интереснее и интереснее. Так что сейчас мы будем открывать не бьюти-бокс, а лото-бокс. Давайте выберем следующий. Но сначала тут все приберем. Следующая коробочка пускай будет самая-самая большая. А вы видите эту самую большую? Это вот она. Кстати, ли она? Какая большая? Вот эта, конечно. Да, я думала, розовая. Походу, реально, вот эта коробочка самая большая. Но она и, походу, самая легкая. Что-то может быть внутри. Может, какая-нибудь игра? Типа настольная. Они обычно легкие. Смотрим. Ого! Геймерские наушники. Офигеть! Офигеть! Геймерские! Арсений! Берегись, я тебе их подарю когда-нибудь. Крутяк, да? Они еще и светятся. Да, они еще и светятся. Я вообще в игры не играю. Но я знаю, кому их подарить, ребята. Они очень классные. Смотрите, какие. Прям полдежные такие, кожаные. Светятся. Давайте их распакуем. Оп-оп. Ну, они так круто выглядят. Как будто это Apple наушники. Зацените. Тут куча бумажек. Сами наушники. Смотрите, какие красивые. И вот здесь они будут светиться. Тут есть микрофон. Очень мягкий, кстати. Очень приятный. Но эти наушники точно очень дорого стоят. Я думаю, тысячи три или даже четыре. Не меньше. Хорошие геймерские наушники стоят от трех тысяч рублей. Ну, такие нормальные, добротные. Вот эти выглядят очень добротно. Распаковываем следующую коробочку. Хочу, чтобы ее выбрал оператор. И мы посмотрели, что ему попадется. Так, давай вот это давай. Самый темный атласный бантик выбрал Денис. Смотрим, что же тут. По моим предположениям, тут шоколадка. Тут что-то очень легкое. Ну, давайте смотреть. Ты знаешь, что это? Да, зарядка. Это зарядка твоя любимая. Вау, она даже для двух телефонов. Короче, это зарядка для двух телефонов сразу. Можно сразу два заряжать. Один и два. На стол положил. Пришел такой за компьютер, сел. И заряжаешь свои телефончики. Крутая штучка. Между прочим, премиум, премиум. Смотрим следующую коробочку. Вот теперь, наконец-таки, откроем вот эту с розовым бантиком. Наверное, тут тоже наушники. Но она такая легкая. Но она такая красивая. Мне даже ее жалко открывать. Пишите срочно в комментариях, как вы думаете, что там. Да ладно, там наушники. Это похоже на джойстик от PlayStation. Это свэн. Это свэновские наушники. А что круче, свэн или хокко? Мне кажется, свэн лучше. Вау. Ребята, тут это тоже геймерские наушники. У них светится все даже разными цветами. Голубой такой зелененький переливается. С ума сойти. Ну, такие точно. У меня все стоит. Три тысячи. Но я понимаю, что это дороже двух, как минимум. Но две тысячи они точно стоят. Кажется, дороже даже. Я не за что знаю. Ну, обычные геймерские стоят от двух, начиная. Проводные стоят 600. Да. А мы купили это за 999. Балдеж. Давайте следующую смотреть коробочку. Мне уже кажется, так круто навести не будет. Но кто знает. Может быть, тут где-то будет айфон. Что похоже на айфон? Ну, это не очень похоже на айфон. Но оно тяжелое, кстати, да. Может, тут реально айфон? Сейчас, как выиграем новый айфон. Как я буду визжать от радости, что мне реально нужен айфон. Держим интригу. Это не айфон. Пауэрбанк. Это пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер. 10 тысяч. С фонарем. А, даже с фонарем. Очень круто, кстати, брать с собой во всякие там челленджи, где я особенно в темноте где-нибудь ночь провожу, чтобы и подзарядиться, и посмотреть вокруг, что находится. Круто. Я безумно рада, ребята. Это очень крутая находка. Но почему нам не попадаются вкусняшки? Неужели я скупила все техно-лотобоксы? Вернее, лотобоксы с техникой. Неужели они мне все пришли? Как это возможно? Продолжаем распаковку и продолжим мы на вот этой замечательной желтой коробочке. Я думаю, тут айфона точно не будет, потому что, ну, во-первых, размещик не соответствует, а во-вторых, там что-то брянькает. Может, там ключи от какой-нибудь квартиры в Москве. Ого! Такая роз... Смотрите, какая розовая коробочка. Что это может быть? Тайник какой-то. Ребята! Смотрите, это еще одно кольцо на штативе, только уже с ушками. Это будет твое, а это мое. Крутяк? Вообще балдежная, ребята, штука. Ты типа такая занимаешься пилатесом, йогой или любым другим спортом. Ставишь и снимаешь. Круто! Давай посмотрим. Вау, смотрите, как запаковано. Иначе. Все так миленько. Тут есть даже какие-то шурупчики. Ее собирать, что ли, надо? Ого! 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 Ого, ого! Оно реально с ушами, а не силиконовые. Ну, так, это как? А-а-а! А-а-а! Балдеж! А как она включается? Ого! Ого! Тут тоже разные режимы. Они, кстати, быстрее переключаются, намного удобнее, чем на той лампочке. Класс! Ну что ж, эта розовая коробочка меня немножечко вдохновила на продолжение. Ну, как бы, оно и так должно было быть. Но оно меня очень сильно вдохновило. Оно очень сильно меня порадовало. Так что давайте с песней идем дальше. Нет, я вот эту хочу. Наверное, тоже наушники. Так. Коробочка очень яркая. И это фирма Хока. О, это для тебя. Это жойстик для игры в Фонтандер, нет? Да, это ПАП, наверное, да? ПАП. А, с прицелом нифига себе. Реально, с прицелом. Это новая, новая фишка, понимаешь, усовершенствованная. У тебя старая-то есть уже, а это новая. Да, я только бросил игру. Ты только перестал играть, а тебя жизнь видает обратно, чтобы ты играл. Короче, геймерская штучка мне неинтересна. Идем дальше. Догадайся, что тут. Я думаю. Наушники. Я даже не знаю, предположить, тут наушники или не предполагать здесь наушники. Но неужели тут опять наушники? Ого. Коробка, смотрите, красная. Большая. Да ладно? Еще одни наушники в семью. На этот раз они, походу, блютуз. Да, зацените. Ну, прикольные, красивые, синенькие. Наушники лишние не бывают, они часто ломаются, так что зачетно. Теперь переходим к вот этим двум коробочкам. Они реально максимально одинаковые. Если так смотреть, они одинаковые в ширину, в высоту, в длину. Единственное, что их отличает, это цвет бантиков. Но что-то мне подсказывает, что внутри будут находиться одинаковые товары. Так ли это? Давайте смотреть. Начинаем с бордовой. Я думаю, там микрофон будет. Ого, это будет круто, если тут микрофон. Да, я такие люблю. Я хочу микрофон. Вам это о чем-нибудь говорить? Походу, колонка, наверное. Для колонки она очень легкая. Ого. Это держатель для планшета. Для стола? Да, это чтобы на стол прикрепить и держать планшет. Чтобы там уроки делать, фильм смотреть. Это очень удобно. Прикольно. Конференции всякие вести. Смотрите, написано, можно использовать в спальне, в living room, в гостиной, на кухне и даже в ресторане. В ресторан такая пришла с планшетом, с этой штукой. И не прицепила к столу и такая, все нормально, ребят. Я так всегда делаю. Ой, видите, это было громко. Это сама штука, чтобы держать планшет. Нифига, она мощная такая. И вот это, чтобы прицепить к столу. Стол у нас прямо сейчас есть. Давайте проверим, как это все цепляется. Я вот не понимаю, честно говоря. А, ты типа вот так делаешь. Это как светильник в детстве. У вас был такой светильник, который к столу крепится? Удобно. Ох, какая она жесткая. Ну, наверное, это хорошо, чтобы всякие планшеты можно было держать. Потому что они бывают тяжелые. Теперь мы ее вот сюда вставляем. Тоже надо раскрутить, наверное. Ох, мощно. Ох, ух. Мощные какие звуки у нас. И вот такая красота получается. Круто. Выглядит стильно и достаточно мощно. И, что самое главное, надежно кажется, да? У нас остается 4 лото-бокса. Два больших. И два маленьких. Конечно же, мы сначала посмотрим, что здесь. Вдруг такой же держатель. Будет тебе и мне. Это мой один черный, другой белый. О, ну это круто, кстати. Белый мне, черный тебе. То, что нужно. Так. Тут у нас уже голубая коробочка. Давайте потихоньку открываем. Мобильный держатель. Да, это мобильный держатель. А почему они в коробке одинакового размера? Как это получилось? Ребят, смотрите. Это мобильный держатель. То есть идет такой же принцип прикручивания к столу, но сама держалка, она меньше и подходит именно для телефона. И она крутится на 360 градусов. Штука, наверное, очень крутая. Вращение на 360, долгий срок сружбы, оптимальные углы обзора. Можно использовать как штатив, чтобы видосики снимать. Почему бы и нет? Теперь смотрим, что у нас в этих коробочках. У нас есть два синих бантика и один фиолетовый. Я предлагаю сначала фиолетовый открыть, потому что он такой маленький и похож на коробочку из-под колье какого-нибудь. Там, Сваровский. Ты что думаешь, наушники? Ммм, просто. Это что, часы? Да. Реально? Да, я в шоке сам был. Обалдеть, смарт-бенд. Ммм, это ммм, это ммм, это ммм, это ммм, это ммм. Серьезно? Оригинальные? Шок. Они такие тоненькие? Да. Ого, они розовые? Это реально мммм? Да, да, да. Офигеть. Ребята, мммм, это они же вообще дорогущие. У них такая зарядка, зацените, какая. Новая, да? Я таких не видела. У меня были мммм, вторые, да? Да, вторые это были. Ой, прикольно. Это шестые. Шестые просто, обалдеть. Такого я вообще не ожидала. Они же вообще дорогущие такие. Ну, тысячи четыре точно стоят, может, даже больше. Ребята, у кого такие же часы, с вас лайк. Пишите в комментариях, как они вам. Мы их обязательно зарядим и протестируем. Может быть, у меня в инстаграме покажем, как они работают. Их же нужно к телефону подключать, да? Что там погода была. Пульс мой измерялся. Это прям вау. Мне кажется, я только что словила джекпот. Это, конечно, не айфон, но тоже крутая штука. Теперь смотрим, что в последних двух лото бокс. Есть маленький, есть побольше. Давайте на инки-бэнки. Энки-бэнки, эльвареньки, энки-бэнки, бум. Ну, продолжим на маленьком. Он прям тяжелый. Тут может быть айфон свернутый, так странно. Свернутый, да? Да, его свернули и все. Так, внутри голубая упаковочка. Ооо, еще одна колонка! С радио даже. Флешку можно вставить. В общем, все как надо. Все, что нужно от колонки, в ней все есть. Ну и последний лото бокс. Но не последний бокс в этом видео. Тут у нас зеленая коробка. Такая яркая-ярко-зеленая. Что-то похоже на такое вот. Я тоже думаю, что тут будет какая-нибудь держалка. Офигеть, это микрофон! Реально? Да! Караоке! Ура, ребята, смотрите, какой микрофон! Круто! Вау, смотрите, есть черный, розовый, белый. У нас, видимо, белый, да? Раз он тут белый. Хотя, может, любой, да, попасться. Наклеечки все аккуратненько. Момент Х. Узнаем, какого он цвета. Но я уверена, что он белый. Может, конечно, и черный, или розовый. В коробке коробка. В коробке есть пластиковая подстилка. Да, криво глаза. Белый. Белый. Ой, тут столько кобелечков. И аукс есть, и зарядка. Тут целая станция, а не просто микрофон. Вау, это включение-выключение? Это зарядка. Это зарядки. Вау. Алло, алло, алло. Оооо! Это что такое? Вау. Какое эхо. Ё, ребята, срочно подписываемся на канал! Раз, раз, раз. Это харбас. О, давай. Давай Витус. Следующий бьюти-бокс. Предпоследний, к сожалению. Открываем. Ну что, смотрим, что же в этом бьюти-боксе. Вы готовы? Раз, два, три. Вау. Ребята, тут тоже все новое. То есть все то, что мы не видели. Бомбочки для ванны. Смотрите, они очень необычной формы. Я даже не понимаю, это просто какие-то кубики. Тут целый набор глиттеров. Это не просто глиттеры. Тут еще и какие-то блески. Это хайлайтеры. Вау. Смотрим дальше. Это у нас... О, щеточка, походу, для умывания. Щеточка для очищения лица и взбивания пены. Там внутри какая-то губка. Нормально так можно лицо почистить. Прям так вот пошкрябать. Милый котик. Бальзам из крапля губ. И последнее, что в этом бьюти-боксе, это вот такой набор. Это у нас... Я не знаю, что там сейчас узнаем. Наверное, это крем для рук, а это бальзам. Невероятно бальзам для губ окутает тебя космической атмосферой. И подарит отличное настроение. Ну и переходим к последнему бьюти-боксу. Он самый, наверное, тяжелый из всех бьюти-боксов. Прям потрогай. Ты поймешь, о чем я. Ох, нифига себе. Он как будто килограмма три. Я прям начинаю нервничать и переживать. Что там такое крутое, тяжелое? Ох, какое эхо. Открываем. Вау. Офигеть, ребята, зацените. Кошка-русалка принесла нам эту банку с блесточками. Обалдеть. Банка глиттера для тела. Причем такой цвет необычий. Очень красиво. Жалко, что уже лето заканчивается. Давайте его прям вот так. Прикиньте, какие фотки можно забабахать. Правда, я этим не занимаюсь. Но в теории. Если ты любишь делать фотки красивые, можно такую тему замутить классную. Очень красивый. Может быть, эта штука меня сподвигнет красивые фотографии наделать хотя бы в конце лета. Следующий. Это блеск для губ в виде котика. О, он такой милашный. Он круглый. Прям все, как я и люблю. И с ароматом чернички. И что же это за коробка такая огромная? Шампунь, бальзам для волос. И спрей для тела. Это целый набор подарок. Вот что было такое тяжелое. Так, начинаем с вот этого. Это у нас спрей для тела с блесками. Ну-ка, давайте попшикаем. Смотрите! Просто посмотрите. Да, все в блесках. Да, все в блесках. Ой, смотри на коробку. Она вся в блесках. Конечно, тут столько блесток. Тут настоящая блесточная фабрика. Крутяк. Дальше у нас шампунь будет, да? Нет, это бальзам для волос. Такой вот миленький. Но он что-то непонятно, чем пахнет. Вроде тоже фруктами. Но у спрея был более выраженный запах. А у бальзама такой какой-то. Очень легкий. Ну и последнее. Это шампунчик. Вот такой вот маленький. Розовенький. Удобно куда-то взять с собой, допустим. Если ты идешь к подружке на ночевку, то вообще самое то. Набор был крутой. Но это еще не все. Тут есть целая палетка теней. Че? Палетка теней, ребята. Посмотрите, какая красивая. Такая вот замечательная палетка теней. Ты ее вот так делаешь. Она на магнитиках. И открывается такое. Вау. У меня нету таких оттенков. Смотрите, какой фиолетовый. Тут очень крупные блески. Вау. Тут можно такой мейк забабахать. Офигеть. Вот это самое крутое. Беленькие блески. Они быстрее всех расходуются. Но и остаются просто глиттерные тени. Голубые. И фиолетовый. Кстати, очень хорошо пигментирован. Зацените. Ну и последнее, что здесь есть в этом витебоксике. Это вот такая вот штучка. Соляной жемчуг для ванны. Соляной это как? Типа солью? Аввокату. Давайте откроем, посмотрим. Да, ребята, это соль в гранулах. Посмотрите. Пахнет прям вау. Смотри. Как шарики маленькие. Как дрожжешки для пирога. Ну что, ребята, мы с вами распаковали все бьюти-боксы, все лото-боксы. Скорее напишите в комментариях, какие боксы вас больше всего поразили. Лото там, где можно выиграть различную технику. И ты не знаешь, какая это будет техника супер дорогая, либо же дешевая, либо же бьюти-боксы. Я, если тесно, больше шокирована бьюти-боксами, потому что здесь столько всего классного и тесно. Видимо, я просто девочка, и мне нравится всякая косметика. Ну и лото-боксы тоже превзошли все мои ожидания. Мы столько крутых нашли штучек-дрючек, всяких разных гаджетов. Очень много теперь у меня крутых наушников, колонок. Самое главное, у меня есть теперь микрофон и новый Apple Watch. Они, правда, не Apple Watch, но тем не менее, очень крутые фитнес-браслеты. Так что, да, я очень довольна этой распаковкой, мне безумно повезло. Ну а вы, если захотите заказать подобные боксики, то можете прийти по ссылочке в описании. Но на это видео подошло к концу. Всех очень люблю и всем пока!